Сейчас, сумма платежа, вводите 5 единиц, 5 единиц. Но тут уже есть 199 рублей. Это что? Нет, нужно стирать, стирать и вводите 5 единиц. 5 единиц? Да, это наш с вами кон, секретный кон. Накануне в Михайловске, в небольшом пролетарском городке, до которого от Екатеринбурга почти 130 верст пути на запад, средь бела дня и в людном месте телефонные мошенники пытались облапошить доверчивого пенсионера на удаленке. Денежная разводила настойчиво ввел свою жертву в самую финке, с микрорайона на окраине города, до торгового центра Жасмин на улице Кирова. И здесь пожилой мужчина, стоя у банкомата, словно загипнотизированный, стал нажимать кнопки, которые ему диктовал незнакомец по телефону. От последнего опрометчивого шага пенсионера отвлекла добрая самаритянка. Анастасия, выходя из торгового центра, прислушалась к чужому телефонному разговору. Подошла поближе и пыталась в одиночку образумить пенсионера. Я читала и слышала о таком виде мошенничества. Из разговора поняла, что мужчину пытается обмануть. Цитирует портал Е1 слова женщины, которая запросто могла пройти мимо, но пожалела старика. Тот, к слову, доброходке поверил не сразу. Тем более, что мошенник с того конца несуществующего телефонного провода, услышав ее предупреждение, приказал жертвенному агнцу подальше отойти от настырной женщины. В этот момент к банкомату подошли еще двое мужчин. И осознав, в чем дело, коррективно уговорили пенсионера не переводить деньги мошенникам. Пелена на вождение рассеялась, старик вовремя прервал денежную операцию. И даже посмеялся над своей доверчивостью. Пожилой Михайловец поведал о том, как телефонный звонарь долго уламывал его отправиться к банкомату. И всю дорогу трещал ему в ухо по мобиле. Растроганная Анастасия даже предлагала проводить пенсионера до дома. Но гордый старик отказался. Это не просьба о финансовой помощи. Это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.